Девальцево Поражая мин и неразорвавшихся снарядов, они попадаются буквально на каждом шагу. Из посвольного гранатомета, правильно понимаю? Да, да, да. Ну, насколько опасен, насколько у него поражающая сила какая? Ну, поражающая сила у него небольшая, 5 метров где-то, 5-7 метров. Ну, если проедет легковая машина гражданская, она отрвет и колесо. Несколько граммов пластида накладным зарядом и опасная находка обезврежена. Как только сошел снег, на поверхности появились и хвосты неразорвавшихся мин. Внешне они напоминают цветы. Их так и называют подснежники. Суровая поэзия войны. Она может задетонировать от движения почвы, если рядом проедет техника какая-нибудь? Ну, это непредсказуемо. Всегда все можно ожидать. Тем более, мина это такая штука, что взорвется, она мало не покажется. Из-за нехватки боеприпасов силовики использовали даже снаряды и мины, хранившиеся на складах еще с советских времен, давно подлежавшие утилизации. У них тоже есть срок годности, поэтому и срабатывают некондиционные боеприпасы через раз. Саперы подрывают их на месте. Не было еще случаев, чтобы мирные жители где-нибудь подрывались? Были, были. Были, да. Была в Чернухино, женщина подорвалась на растяжке в собственном огороде. Уходя из Дебальцева, силовики минировали многие объекты в городе. Вокзал, здание администрации и даже жилые дома. Ставили противопехотные мины МОН-50 или просто закладывали тротилы. Вот катушка здесь была, стояла тротилом в сумках. Все снаряженное было, мы его вынесли уже. В этих комнатах допрашивали жителей поселка за подозренных в связях или всего лишь в симпатиях к ополчению. Там были вещи окровавленные, гражданские какие-то, наверное, гражданские каких-то. Тоже на экспертизу забрали все. Здесь просто пыточная была получается, да? Ну да, вроде что-то комендатуры. Эта женщина живет по соседству, говорит едва ли не каждую ночь. Отсюда доносились крики и мольбы о помощи. Однажды, когда силовики ушли, она решилась заглянуть в дом. Там лежал труп, убили женщину. Уже ей было седьмой день, она лежала. Некому было хоронить. Местные жители то и дело находят неразорвавшиеся боеприпасы на дорогах, во дворах и огородах. Теперь боятся, что весной не смогут даже посадить картошку. Да, живем как на минном поле, все внутри дрожит, конечно, страшно. Вот, ну, пересиливаешь страх и живешь, и дальше жизнь продолжается. Сейчас война вместе с украинской армией откатилась на запад. Взрывы уже не слышны, но о восстановлении мирной жизни на этой земле пока говорить рано. По крайней мере, до тех пор, пока всю эту территорию в несколько десятков квадратных километров не пройдут саперы. И, судя по всему, работы у них еще много на ближайшие месяцы точно.